Всем привет! Друзья, прошла неделя с того момента, как я снимал видео про, или две уже недели, про то, как мы чистили снег тут с братом и раздавали канди. Я хочу, сейчас мы тоже работаем с братом, я хочу затронуть два слова, как бы добить эту тему по ФС и раздаче канди. Зачем это канди? Не потому, что мы мало дали кормов. Канди это для самоуспокоения, для подстраховки. Потому что с ФС не все так просто. Многие зимуют на нем не первый день, не первый год, поэтому они уже привыкли. Для нас это что-то новое, для нас это чуть-чуть опасно. Поэтому мы решили перестраховаться. Почему эта перестраховка произошла и происходит? Я вам сейчас покажу. Я сейчас пойдем, я вам покажу канди, говорю канди, сироп, который, ну как он себя ведет в данном моменте. По семьях, в принципе, вот я сделал контроль, только что походил, посмотрел. В принципе все нормально, проблем особо никаких я не вижу с зимовкой. Пчелы сидят хорошо, чувствуют себя хорошо. Вот открою, мне нравится все-таки этот фанерный улей, как пчелы в нем зимуют и так сидят к нему и подойдем. Я уже подходил, уже смотрел. Все тут нормально, все хорошо. Просто покажу, как они дальше. Вот канди. Чуть-чуть я... Пчелы сидят хорошо, все нормально, никаких проблем нет. Чуть-чуть я неправильно поступил, я много там нарезы поделал, я думаю, что надо было меньше. Ну, ничего. В шестирамочниках, в принципе, где-то вот с кроечку тоже покажу. В шестирамочниках тоже проблем вроде бы нету. Все нормально. Вот так они зимуют. Ой. Вот так они зимуют, канди берут. Чуть-чуть я там прорези много было. Ну, пока полет нормальный. Но дело-то не в этом. Дело хочу вам продолжить с сиропом. Сейчас пойдем, там у меня где-то славик работает. Я покажу вам, что такое фестный сироп. И почему я ложил это канди, если можно было бы, например, мной говорят, не ложить. Сейчас я вам покажу. Славик, что ты тут делаешь? Привет. Привет. Чуешь? Передавай привет Ютубу. Ты же уже звезда Ютуба. Я тоже. Мой брат Слава. Возьми, пожалуйста, вот эту штучку, бочку. На свет сюда покажем людям. Или можно здесь, или можно. Давай на свет сюда. Друзья, вот это стояло у меня здесь все время в помещении, вот этот глюкозно-фруктозный сироп. Открой, пожалуйста. Расскажу предисторию. Приезжает сироп, многие спрашивают, как он приезжает. Приезжает он в таких тубусах, на полете по 16 тубусов. Тубус весит 50 килограмм. Ну, по литражу, если тут где-то есть или не есть, ну, можно присмотреться. Я вам вот так сниму. 42 литра в тубусе, но по килограммах 50 килограмм. Тут можно почитать, что тут есть, пищевая ценность, сколько, что, чего, умовы сберегания. Но дело не в этом. Посмотрите, что происходит с сиропом при низких температурах. То есть, мы скормили пчелам вот этот сироп. А его нельзя вытянуть? Я сейчас попробую. Давай попробуем. Нет, нет. Нет? Нет. Ну, разве не, пожалуйста. Короче, друзья, возвращаемся к теме. Почему канди? А все лишь потому, что вот этот глюкозно-фруктозный сироп при низких температурах... Для меня это было не новшество, я это знал, но все равно. Смотрите, при низких температурах он делается как канди. То есть, масло, как масло. Оно не такое уж и грубое, то есть, оно мягкое. Пчелы его могут брать. Но в рамках он тоже становится таким же самым. Он не жидкий. Это не инвентированный сироп. Поэтому... Ну, Славик даже говорит, на, оближи мой палец. Короче, это... В рамках он становится то же самое. То есть, ну, он мягкий и так дальше. При низких, при теплых, высоких температурах, его подогреваешь, или даже при плюсовой, он становится жидким. Вот даже в пальцах, смотрите, он сразу на пальцах расстает. Понятно, что там, где гнездо пчел, они его греют, разогревают и берут. Но все равно стремно. Он делается вот таким маслообразным, салообразным, жирообразным. Не знаю, как его правильно назвать. И поэтому мы решили Славиком, Славеном, да, Славен, перестраховаться и положить в семью канди. Вот, что касается ГФСа. Мне просто стрёмно, поэтому мы решили перестраховаться. Ну, а там посмотрим. В принципе, мы посмотрели... Извините. В принципе, мы посмотрели... Славен, заноси. В принципе, мы посмотрели, все нормально. Пчелы зимуют, проблем нет. Там, где канди мы положили, там пчелки его берут. Вот это у нас чердак, полный чердак вот этих тубусов. Короче, где можно, там мы эти тубусы послаживали. Грубо говоря, в двух селах этих тубусов. На втором точке, там, где Бакваст. Ну, и здесь, в доме, в доме тоже эти тубусы. Короче, везде. Где можно растыкать. Мы растыкали. Так, это... Это улья и нуклеусы Фадеева. 100 штук еще взял. Ну, короче, тубусы. Здесь тубусы, и там тубусы. Потому что классная штука в хранении. То есть, можно там пыльцу хранить. Вот, довольно удобно. Ну, как-то так. Что касается глюкозно-фруктозного сиропа. Так что, Славян, ты куда пошел? Я заканчиваю. Давай уже привет передай всем. Привет Ютубу. А что Ютуба? Я думал, зрителям. И зрителям. Подписывайся на канал. Фабро. Фабро Иван. Ладно, не попадешь ты. Ну, короче, такие дела. Вот такие дела, друзья, у нас с зимовкой. Вот такие, друзья, у нас с сиропом. Глюкозно-фруктозным сиропом. Вот такие дела у нас с Канди. Так что, Канди это для перестраховки, в первую очередь. Посмотрим. Придет весна, и мы все посмотрим. На данный момент все мне нравится. Полет зимовки нормальный. Особых проблем не вижу. Да, есть семи, которые подошли к задней стенке. Ну, поэтому, я думаю, Канди их выручит. Весной мы вам расскажем и покажем, как перезимовала наша пасека. Есть ли падешь, нету падешь. Хватило кормов, не хватило. Я постараюсь вам это все рассказать. Ну, как бы так. Так что, Канди это не для того, чтобы не за того, что не хватило у нас кормов. А Канди это для самоуспокоения. Потому что, кто-то зимует не первый год, а для нас это что-то новенькое, и мы чуть-чуть переживаем. Если все удастся, если все удастся, то пасека Фабро переходит на зимовку на сиропе. Если все будет нормально. Ну, не будем загадывать, потому что не будем смешить Бога, рассказывать о своих планах. Все посмотрим. Ну, а я вам буду показывать. Все, друзья, с вами канал Иван Фабро. И я, вернее, Иван Фабро. А, чуть не забыл. Есть такой канал на YouTube, Дневник Пчеловода называется. Меня этот парень просил передать ему привет. Ну, вернее, он просил, чтобы, ну, как бы прорекламировал его канал. Поэтому, друзья пчеловоды, если кому интересно, заходите на канал Дневник Пчеловода. В принципе, я в описании оставлю ссылку. Если кому интересно, понравится там все о пчеловодстве. Кому понравится, подписывайтесь, следите за этим каналом. Ну, кому не понравится, выходите, да и все. Так что, передаю привет Дневнику Пчеловода. И подписывайтесь на его канал, кому интересно, заходите, смотрите. Все, друзья, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дневник Пчеловода.